Тюльпановое дерево в Сочи везли из Италии. Уже весной лирио-дендрон зацветет в новом сквере Дагомыса. Сюда сегодня пришли все активисты поселка. Именно на этой улице, Армавирской, сквер появился не случайно. Два года назад здесь началось масштабное строительство многоквартирного жилого комплекса. У местных жителей, соответственно, возникли опасения, что и соседний муниципальный участок застройщик приберет к рукам в ущерб озеленению. Своими сомнениями жители Дагомыса поделились с депутатом округа Сергеем Эксузианом, который и решил вопрос благоустройства городской территории. Велся здесь и народный контроль за ходом событий следили общественники. Нас депутат Эксузиан Сергей Сергеевич приглашает каждый раз. Мы теперь свидетели как этапов. Следует отметить, что не просто сохранены деревья, но еще сажаются не какие-то там кусточки, а вот посажено тюльпановое дерево, голубые ели высаживаются, благоустроена территория, площадка сделана для общего пользования, детская площадка. Я здесь живу с 1981 года в этом районе, вообще здесь в Дагомысе еще больше. И для нас это самый-самый радостный день. Большие плюсы в том, что это все случилось вот на том месте, где была настоящая свалка. Где-то около 20 больших машин вывезли мусора. Поэтому огромное спасибо Сергею Сергеевичу Эксузиану. Это у нас один из лучших депутатов, у нас их четыре. Для него это тоже важно. Вот мнение наше он спрашивает. Для нас это, как знаете, добрый знак, как начало положенного какой-то хорошей традиции, чтобы она продолжалась в дальнейшем. Растут наши дети, они растут, к сожалению, среди высоток, и у нас почти зелени уже не осталось. Поэтому все это дает нам какие-то надежные перспективы, что у нас будут все-таки парки и скверы. Идея разбить сквер на Армавирской у народного избранника возникла в семнадцатом году, когда и началась стройка жилого комплекса. И сегодня, помимо Тюльпанового, здесь высажено еще 60 различных деревьев. Участие в открытии сквера принял и сам депутат, и председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов. Данная территория была застарена вся железными гаражными боксами, были курятники, крыльчатники, не было здесь ни дороги, ничего. И просто как бы, ну, это была свалка мусора еще дополнительно. Последнее дерево, которое высажено, это в честь, наверное, дружбы и согласия Тюльпанового дерева, которое будет расти долго и радовать глаз наших жителей. Я, как представитель общественности, вот родил и выступал. Одно дело завершено, пора начинать новое, считают жители Дагомыса и обращаются к депутату Эксузиану с новыми наказами. Дорога, которая ведет к новому корпусу 82-й школы, нуждается в ремонте. А еще там нужна набережная, тротуары и освещение. Расширить дорогу необходимо и вокруг 120-го дома на Армавирской. Но так считают не все жители поселка. Там, значит, узкая дорога, они ее расширят. Сергей Сергеевич добивается, он обещал, но там много жильцов, которые не понимают текущего момента. Там благоустройство будет, будет красиво. Почему они этого никак не могут понять. Жители не должны протестовать против никаких дорог, датуаров. Это делается именно только для нас, для детей, чтобы дети безопасно ходили в школу. Если бы они не протестовали, то уже бы начали с работы давно. Задача депутата – отстоять интересы своих избирателей. И если большинство жителей Дагомыса решат, что новая дорога улучшит условия их жизни, то в ближайшее время депутат выполнит и это поручение.